Спинозавр. Хищный динозавр. Водная и наземная среда обитания. Легко узнаваем, благодаря своему костяному парусу на спине и черепу, который также, как и крокодилий, вытянут вперед. Также имел мощный хвост, ударом которого мог нанести противнику существенные повреждения или вовсе сбить его с ног. Впервые останки этого хищного ящера были найдены в Египте, а описаны в 1915 году в Мюнхене палеонтологом из Германии Эрнстом Штромером фон Рейхенбахом. Благодаря спинозавру было открыто новое семейство спинозавриды, в которое входят несколько разновидностей динозавров. Спинозавр. Обладал огромными размерами и мощнейшим скелетом. Даже такие популярные гиганты, как гиганатозавр и тиранозавр, не способны были достичь таких размеров. Он самый большой наземный хищник из всех динозавров. Как видно на картинке, на спинном позвоночнике у спинозавра красовались вытянутые шипы, которые были обтянуты кожей. Ближе к центру они более длинные, чем те, которые у основания шеи и хвоста. Самый длинный шип был около 2 метров, если быть точным, 1,8 метра. Парус служил для привлечения самок и был терморегулирующим устройством. В длину взрослые достигали 15 и 18 метров, молодые динозавры также были довольно большими, по 12 метров. В высоту по 4 или 6 метра, в зависимости от того, на скольких лапахзавр стоял. До сих пор так и не найдены полные останки их лап, ученым пришлось долго работать, чтобы воссоздать их внешний вид. Известно лишь то, что их было 4, и на каждой были острые когти. Задние лапы длиннее передних, но по силе они не очень то и различались, то есть они были довольно мощными, чтобы удерживать такую массу тела на ногах и разрывать своих жертв. До сих пор считалось, что спинозавр питался рыбой. Но этот терапот, по-видимому, особенно любил летающих рептилий. Это, по крайней мере, доказывает обнаружение зуба спинозавра, который застрял в шейных позвонках терозавра. Но спинозавр также был падальщиком. Терозавр, об которого этот терапот обломал зубы, предположительно был мертв. Однако хищник не смог проглотить, его, так как позвонки все еще были на месте, и исследователи не нашли никаких следов желудочных соков. Позвонки птерозавра были достаточно твердыми, чтобы страшный спинозавр сломал о них зубы. Но, как я часто говорю, точная информация неизвестна, для этого нам нужна машина времени. Так что, только догадываемся. Спасибо за просмотр. Подписывайся на канал. Бей в колокол, ну а лайк, я надеюсь, уже от тебя стоит.